Представим себе, что у вас есть ваши интересы, которые мы условно представим в виде такого, значит, круга-круга. Этот круг находится на плоскости. Есть интересы вашей супруги, которые тоже вы представили в виде плоскости, в виде плоскости, на которой изображен круг. И, значит, у вас что общего есть сейчас, изначально? Общего у вас изначально то, что обе окружности ваших интересов лежат на одной плоскости. Потому что, ну, вы живете вместе, у вас брак, и вы, как бы, общаетесь. И ваши интересы, соответственно, находятся в одной плоскости. Главное нужно сделать так, чтобы эти плоскости в каких-то моментах пересекались. И вот, чем больше пересечений этих плоскостей будет, тем больше у вас будет интересов. Чем больше у вас будет общих интересов, тем больше у вас будет возможностей и пообщаться, и провести время, и что-то поделать вместе. Но как, спросите вы, сделать общие интересы, если, условно говоря, они у вас слишком разные? Ведь вы же все-таки мужчина и женщина, и у женщины свои интересы, ладно, как у мужчины свои интересы. Как же вам сделать так, чтобы интересы совпадали? А для этого, для этого, попробуйте для начала сделать так. Выпишите на листе бумаги свои интересы и интересы вашей жены. И подумайте, какие из интересов вашей жены, хотя бы отдаленно совпадают с вашим? Или, какие интересы вашей жены могли бы вас заинтересовать? Потому что одни имеют самое отдаленное, самое косвенное созвучие с вашим. Это так называемые смешные интересы. То есть интересы, близкие к интересам вашей жены, близкие к вам. Это и есть та самая точка пересечения ваших интересов, которая поможет вам найти между собой что-то общее. И на основании деятельности, на основании сотрудничества, вот в такой форме, выстраивать новые отношения, уже основанные не на влюбленности, а на более спокойной, уверенной любви, на взаимопонимании и уважении, на заботе друг о друге. Понимаете, если часто делать что-то, если вы часто, например, целуете мою жену, если она вас часто очень целует, если вы часто делаете сюрпризы, и она вам часто делает сюрпризы, если вы часто устраиваете романтичные вечера, и она точно точно это делает, то это очень быстро надоедает. И в период влюбленности, да, это все происходит действительно очень часто. Но ничто не вечерно, все течет и меняется. И когда вы делаете сюрприз или романтичный вечер, это желательно воспринимать как праздник. Но нельзя воспринимать как праздник то, что происходит с завидной периодичностью. И нельзя воспринимать как, ну, что это приятное, то, что происходит постоянно. Вот ваша жена, скорее всего, просто испытывает, знаете, чувство надоедливости от того, что она, например, должна целовать вас столько раз, сколько вы хотите. А почему бы ласку не проявить как-то иначе? Почему бы внимание не проявить как-то по-другому? Ну, согласитесь, можно же так сделать. Можно. Для этого нужны обстоятельства. Для этого нужен интерес. И для этого нужно что-то общее. А это значит, что вам нужно со своей женой сближаться не только как мужчина и женщина, но и как субъекта какой-либо деятельности, как люди. То есть вы сближаетесь со своей женщиной на общечеловеческих началах и общаетесь с ней точно так же на общечеловеческих началах. И уже из уважения, из взаимопонимания, из взаимодополнения друг друга, из понимания того, какие у вас слабые стороны, какие у нее, какие у вас сильные стороны, какие у нее, из взаимодополнения, вы образуете единое целое. И даром говорят, что два человека – это в половинке друг друга. Они дополняют друг другу. Так вот вам нужно под позиции парня и девушки переходить к восприятию союза двух взрослых людей. Союз двух взрослых людей – это в первую очередь независимость, равноправие и свобода. Вы свою женщину сейчас пытаетесь подчинить вашим отребностям, что неправильно, и пытаетесь сохранить ту самую былую влюбленность и страх. Занятия – это бесполезные. Нужно ценить то, чего хочет она. Вот как на данный момент ваша жена проявляет вам внимательно, если ее не дробят, если ее не просить, если ее не доставляют. Вот этого и достаточно. Она считает, что так, этого хватит для того, чтобы проявить вам свое внимание. И примите ее выбор. Если вы чего-то боитесь, то со страхом нужно поработать. Ну, самый простейший вам пример работы со страхом выглядит так. Вот вы, например, думаете, что она уже не так любит, меньше целует, значит, она, значит, наверное, хочет с вами расстаться, ну и так далее. Вы себя спросите, вы общаетесь? Общаетесь. У вас проблемы есть, кроме вот той, что вы описали? Ну, каталожим, что нет. Она дорожит вам? Дорожит. Она проводит с вами время? Она не понимает тему, там, о разводе, там, о чем-то еще? Нет. Значит, все еще хорошо. Просто у человека есть свое видение того, как протекает семейная жизнь. И вам это видение нужно принять. Каждый раз, когда вы начинаете думать о том, что она уже вас не так любит, задавайте себе этот вопрос. Случилось что-то плохое? Нет. О чем переживать? Напротив, если вы не будете требовать от женщины ласки, она будет видеть, что вы смодостаточны, что вы уверены в себе. И это будет ее восхищать. И с вами она будет чувствовать себя женщиной. А значит, будет естественная потребность в том, чтобы проявлять к вам свою ласку. Это только один, один из возможных подходов к страху. Это наш случай, если вы действительно чего-то боитесь. Пока вы не сказали, что вы чего-то боитесь, поэтому я бы не стал раскрывать дальше систему страха, потому что можно все-таки этим навредить и внушить вам, что вы действительно чего-то боитесь. Но я думаю, что если есть какая-то неуверенность, то с ней нужно определенно бороться, потому что в дальнейшем ничего хорошего она вам не даст. И в принципе, в принципе, именно так вам нужно себя вести. То есть ответ на ваш вопрос, что делать, чтобы интерес жены к вам вырос, состоит в том, что вы, во-первых, это такие основные моменты, перестать показывать ей, что вы болезненно нуждаетесь в этом. Так вы повышаете ее ценность для вас, снижаете свою ценность для нее, и тем самым убиваете в ней потребность делать для вас что-то. Зачем это она знает, что и так вас нуждается. Второй момент. Нужно определить, что для женщины является идеалом мужского поведения. Каким мужчиной женщина хотела бы вас видеть. Дайте ей то, что для нее является истинно мужским поведением. Представьте перед ней тем, кто ее будет освещать. И тогда она сама будет проявлять к вам те самые знаки внимания. Ну и наконец. На влюбленности можно прожить первые годы отношений и букетно-концентный период. Но всю жизнь в браке на влюбленности и на страсти не проживешь. Нужны общие интересы, нужна общая деятельность, нужно уважение, взаимопонимание и взаимодополнение друг друга. Это такие более взрослые формы любви. И если у вас это будет, то и ваша любовь, она трансформируется. Она станет более уверенной, более спокойной. И пусть проявлений ее будет мало, но с каждой будет искренним, глубоким, неподдельным, идущим от сердца и от души. В чем и будет заключаться ее ценность и важность. Дальше. Вы, если свою женщину любите, то принимаете ее такой, какая она есть. Если вы не принимаете ее такой, какая она есть, то значит вы через нее пытаетесь удовлетворить свою фатрихопотребность. Человек не обязан удовлетворять ваши потребности. Человек дает вам столько, сколько может. Если вы любите, любите истинно, ну и на это принять. Если вы это принять не можете, ну, значит, вы любите ее меньше, чем она вас. И в таком случае неминуемо могут начаться ссоры, конфликты, скандалы и так далее. Больше внимания уделяйте своей жене. Своё поведение направляйте именно на нее. Интересуйтесь ее проблемами. Интересуйтесь ее мыслями, ее переживаниями, чувствами. Но не ради себя. Не ради чего-то. Не для получения чего-то взамен, а именно ради нее самой. Подобная неподдельная искренность поможет вам, во-первых, внушить супруге, что вы действительно волнуетесь за нее, что вы действительно переживаете, что вы действительно думаете, как там она и что с ней происходит. А это и есть, собственно, та самая забота, которая вызывает при наличии любви к вам порыв приваскать, порыв поцеловать, обнять и так далее. Дальше. Не бойтесь потерять свою женщину. То есть, как сказать, не бойтесь. Дорожите ею. Цените ее. Но Если любящий, то всегда готовый отпустить. Просто потому, что любящий человек, он говорит, я хочу, чтобы ты была, чтобы ты была или был счастлив. Или счастлив. Если это счастье с вами, для нее, хорошо, пусть будет так. Но вам нужно быть готовым отпустить ее, если это счастье будет не с вами, а без вас. Если готовый отпустить, тогда вы будете совершенно спокойно воспринимать ее поведение, ее проявление нежности и так далее. Потому что у вас будет четкое понимание, что этого всего могло бы не быть вообще. а не любящий человек. Кстати говоря, нельзя любить меньше. Это еще один миф. Любовь не измеряется как-либо. Человек либо любит, либо нет. И если ваша женщина проявляет к вам какие-то знаки внимания, пусть и не так много, как раньше, то это только потому, что влюбленность уходит, а любовь, как спокойно, мы как, надеюсь, мы уже решили, чувство остается. Чистота становится меньше, но качественность истренность этих знаков не понимана. Их значение возрастает. Влюбленные могут целоваться, не прекращая весь день, а на следующий день поссориться и вообще не общаться. Любящие люди могут не видеть друг друга годами, но встретившись будут как родные, как родные. Вот и вся разница между влюбленностью и любовью. Пожалуй, думаю, на этом можно закончить ответ. Получилось и так достаточно много. Я надеюсь, что основную суть, основные моменты того, что вам нужно делать, я раскрыл. получилось две части. Я надеюсь, это вам только удобно будет. Я желаю вам всего доброго, я желаю вам найти гармонию, я желаю вам следовать всем тем направлениям, которые я дал, и я желаю вам прийти к тем отношениям, которые устраивали и вас, и ваши жены. Удачи вам и всего доброго. Доброго.